Как я уже сказал, мы сегодня с вами обсудим какие-то проблемы, которые могут возникать при обучении нейронных сетей и вообще как нейронные сети сами обучать. У вас есть архитектура, но это на самом деле не все, это там буквально, ну может быть 50% работы, если у вас есть хорошая архитектура. Еще 50% это ее научить, но на самом деле там, конечно же, будут еще проблемы, потому что данные правильно обработать, поэтому там даже столько процентов не получится. Вот, и первое, с чего мы начнем, это мы, вот опять же я повторюсь, тут мы просто код используем, который я написал, значит, мы будем работать с датасетом Мнистом, можно в принципе было такое показывать на любом достаточно большом датасете, но просто выбрал я Мнист, потому что он такой мелкий, при этом на нем все эти эффекты приблизительно видны. Значит, мы делаем нейронную сеть, мы ее делаем очень простой, в данном случае я даже ее делаю просто линейными слоями, ну потому что, чтобы еще веселее было, в принципе, можно конволюцией было сделать. Вот, и идея всей этой сетки в том, что у нее просто есть какое-то количество линейных слоев, и на вход она получает изображение, вытянутое вектор, вот это 28 на 28, а дальше мы через несколько слоев все это дело пропускаем, и у нас на выходе будет, соответственно, ответ, какому классу принадлежит картинка. Вот, и мы будем использовать так называемый Tanzerboard для того, чтобы визуализировать наши результаты. Опять же, это все, что тут написано, это сделано исключительно для коллаба, и даже это немножечко устояло, в коллабе сейчас это работает проще. Вот, поэтому, как бы, понимать все, что здесь написано, не обязательно. Мы, кроме этого, введем там некое дополнительное число функций, там summary writer, ну это штуки, которые будут позволять нам просто строить красивые интерактивные графики. В режиме реального времени, ну потенциально, вы можете этот ноутбук просто запустить у себя, и получите там немножечко отличные картинки. Кроме этого, я напишу такую общую функцию, чтобы тренировать нейронную сеть, одну эпоху, вот, и записывать результаты ее тренировки тоже как раз-то в этот самый Tanzerboard. Ну и валидацию аналогично. Вот, ну, соответственно, там обучение нейронной сетки будет состоять очевидно из двух частей. Мне сначала ее нужно получить, потом подоценить качество, поучить оценить качество. Так можно несколько раз сделать. Значит, вот возьмем просто модель там с двумя слоями буквально, и запустим ее обучение, и посмотрим, что у нас получится. Давайте мы ее вот, у меня эта уже тетрадка запущена, поэтому еще интересного тут, то есть, часть вещей будет появляться, появляться, потому что они уже есть. Опять же, у себя вы можете это запускать именно отдельно. Ну, мы видим, что в принципе нейросетка может быть даже учится. Вот видно, что у нее лос снижается. Видно, что он снижается на самом деле медленно, потому что у нас очень плохая нейросетка. Она прям, в ней собраны все грехи, которые только можно сделать. То есть, она изображениями работает при помощи многослойных сетей. Она, ну, то есть, в ней много слоев. В общем, печально. Она учится, в принципе, если учить это достаточно долго, то она даже что-то выучит. Но это что-то наступит явно не очень скоро. Но проблема на самом деле в том, что теперь, если я возьму сеть с тремя слоями… Так, давай еще интернат. Еще интернат сейчас зависит, вообще будет огонь. Так, сейчас проверим. Здесь-то так же будет. Хорошо, ладно. Значит, может поверить в нас. Ниосетка не будет учиться вообще. То есть, мы можем это… В принципе, надо просто перезапустить ноутбуки. Я сейчас перезапущу просто. А, так нельзя сделать. Ладно, бог с ним. Значит, если просто обучать сеть с тремя слоями, то оно вообще обучаться не будет. То есть, у вас просто лост даже на трени не будет особо меняться. Значит, что с этим можно сделать? Ну, давайте все-таки… Вот, значит, ну и пока оно будет считаться, мы как раз все разберем. Значит, оказывается на самом деле, что… Почему это все считаться не будет? А все дело в том, что для нейронных сетей свойственна такая вещь, как затухание градиента. Его можно получить на самом деле очень многими разными способами. Мы сейчас выбрали вот самый простой и тот, с которым люди столкнулись, наверное, первым. Его идея состоит в том, что… Давайте вот посмотрим, как выглядит обычная функция активации сигмоида. Это вот такая вот функция. И мы помним приблизительно… Да, на доске буду рисовать, пока оно грузится. Значит, мы помним, что… Так. Сейчас, помнишь, воплощение. Еще и телеграмм. Спасибо. Так. Так. Хорошо. Значит, вот у нас есть сигмоида. И как она у нас устроена? Она устроена на самом деле на редкость дурацким способом. Она у нас в районе нуля – это 0,5. На плюс бесконечности у нас стремится к единице. На минус бесконечности она у нас стремится к нулю. Вот. Значит, если у этой штуки взять производную, и в принципе ее даже… Ну, было задание, где ее можно было даже вывести, то можно посмотреть, что производная сигмоиды выглядит следующим образом. Это сигмоиды умножить на 1 минус сигмоида. Соответственно, очень красивая производная, но, к сожалению, обладающая ужасными свойствами. Вот какой максимум у этой функции? То есть, вот, опять же, сигмоида изменяется от минус 1 до 1, да? Что? Ну, что, что получится? То есть, можно это просто раскрыть, посмотреть. Да, 0,25. То есть, у нас тут на самом деле… Получается, что… Да, ну, ответили уже как-нибудь. Значит, действительно, эта штука ограничена. То есть, у вас просто производная сигмоида, она, в принципе, не может быть больше 0,25. И это очень грустно, потому что… Давайте теперь посмотрим, как у нас работает вот самая простая нейронная сеть. И так далее. Давайте проверим, как мы далеко от… Дайте до нормальной графики. Хорошо. Значит, вот взяли простую нейронную сетку. Мы берем ее… Мы даем ей на вход X. Дальше посылаем это во первый блок, потом во второй блок и так далее. И на… После каждого блока мы применяем сигмоиду. Оказывается, что если у всего… Значит, если все это посчитать, то у нас градиент, который дойдет до сюда, мы сейчас не будем просто на этом восстанавливаться детально, чтобы не выносить никому мозг. Он будет ограничен вот таким вот числом. То есть у вас 1 четвертая в пятой умножить на вашу ошибку, которую вы допустили, и умножить вот на кучу весов. Значит, мы понимаем, что веса в нейронной сетке по умолчанию маленькие, да? Мы их инициализируем какими-то рандомными чиселками маленькими и с этими чиселками работаем. Значит, получается, что на самом деле вот эта штука очень маленькая, вот это произведение, оно меньше единицы, поэтому все это будет маленьким. 1 четвертая в пятой, это тоже очень маленькое число, согласны? Вот, поэтому получится, что если мы просто возьмем вот эту часть и посмотрим, как она взаимодействует с этой частью, то они на самом деле в большинстве случаев обе будут нам пытаться вот этот dl под dy, то есть наш, собственно, ну то, что обычно формулируется как градиент, то есть просто то, что мы вообще хотим передать другим слоям, типа насколько мы ошиблись. А у нас эта штука будет все меньше и меньше, и меньше, и меньше. То есть у нас там dl, там каждый раз, когда мы хотим понять, там, насколько нам нужно изменить тот или иной вес, у нас будет происходить проблема, заключающаяся в том, что вот для веса, который ближе всего к игрику, мы можем понять, как его поменять, в четвертый мы уже не знаем, как поменять, в третий там еще больше не знаем и так далее. Вот, поэтому нейросетка, в которой вот вы просто взяли веса, инициализировали какими-то маленькими значениями и начали со всем этим работать, и еще там сегмоиду применяете, она учиться не будет вообще. Что можно сделать? Можно, ну, предложить, да. Значит, если у нас градиент маленький, то как его, как увеличить шаг, с которым мы меняем вес? Есть идея? Вот, видите, на каждом шаге нам нужно изменить, мы меняем параметр, вес, у нас градиентный спуск, это V минус градиент, который там, как нужно поменять этот вес, умножить на что? Ну, на learning rate, да. То есть у нас есть еще то, с какой скоростью мы учим нейронную сеть. Опять же, напомню, у нас в градиентном бустинге было точно такое же. Вот, можно взять очень большой learning rate, и тогда... И тогда у нас что получится? У нас вот проблема с тем, что градиент затухает, исправится. Но и возникнет другая проблема, у вас очень быстро вот эти веса станут большими. Вот, а дальше возникает другая неприятная проблема, мы ее не будем демонстрировать, потому что ее нужно суметь еще себе создать. Но суть в том, что у вас просто градиенты наоборот, это будет называться взрыв градиентов. То есть когда у вас градиент становится очень маленьким числом со временем, это затухание градиента. А когда у вас градиент становится наоборот очень большим числом, это называется взрыв градиента. У вас просто начинают веса очень сильно, очень-очень-очень сильно меняться, и нейронка очень быстро начинает выдавать наны. То есть если вот когда-то вы учили нейронную сеть и работали с этим, и у вас нейронная сеть начинала... Ну, или вы будете работать, и у вас нейронная сеть вместо чисел начинает выдавать наны, ну, очень вероятно, что ваша нейронная сеть взорвалась. Вы просто подобрали очень большой learning rate, для ее обучения слишком большой. Либо может быть просто банальная история про то, что у вас архитектура нейронной сети сделана так, что она автоматически со временем расходится. Такое тоже может быть. Значит, оказывается, что чтобы побороть вот эту историю, хотя бы затухание, достаточно просто сделать правильную инициализацию весов. Значит, что такое правильная инициализация весов? Вообще говоря, инициализация весов — это очень широкая тема. Их можно очень по-разному веса изначальные модели задавать, которые мы потом будем изменять при помощи градиента. Их можно задавать там, например, ну, такими-то там константными числами, их можно задавать из одного распределения, из другого. Их можно там быть целыми числами поставить. Но что-то будет работать, что-то нет. Если сделать инициализацию, например, просто нулями, то у вас нейронная сеть будет выдавать ноль, и вы ничего с этим, скорее всего, не сделаете просто. Если сделать там инициализацию константой, там тоже будут свои приколы. Поэтому обычно эти веса инициализируют из какого-нибудь известного распределения. Ну и самое известное распределение — это нормальное распределение. У него нужно задать среднее и дисперсию. Кроме этого, можно еще инициализировать веса из равномерного распределения. Ну, потому что оно тоже простое, в нем нужно задать просто границы. Минимальное значение и максимальное. Вот. Опять же, при желании можно как-то инициализировать совсем по-другому. Есть веса, есть модули в нейронных сетях, которые инициализируются как-то очень специфически. Но обычно это нормально. Это инициализируется из нормального или равномерного распределения. Вот. А как параметры этих распределений подобрать? Собственно, есть два подхода. Первая — это инициализация Ксавьера. Ее можно вывести, вот исходя как раз-то из той же проблемы, что сегмоида затухает. То есть ее выводили для функции типа сегмоиды. Ну, на самом деле для тангенса, но ситуация там похожая с тангенсом. Вот. То есть можно просто вывести, какие должны быть параметры. И есть другой, еще один параметр, который называется инициализация… Еще один способ инициализации, который называется инициация Кейминга. Ну, или хи-инициализация, это более такое, наверное, старое название. Оно больше подходит для функций типа relu, selu и прочих. То есть такие — это функции, которые пытаются с какого-то момента свой выход занулить. И снова напомню, что у нас на меня relu — это просто ноль, а потом возвращаем то же самое значение. Если у нас какой-нибудь liki relu, то это будет вот так. Если у нас там какая-то современная модификация, то там может быть типа вот какие-то провалы, потом иди, потом опять уходить. Ну, то есть там могут быть всякие модификации со всей этой истории. Может быть здесь не линия, а какая-нибудь другая немножко функция. Но суть будет одна и та же. Они ведут себя очень похоже, и вот для них лучше подходит инициализация кайминга. Вот. На самом деле, ну то есть, опять же, знать, как именно они выводятся, необязательно. Важно знать, что если вы взяли нейронную сеть и подобрали ей правильную инициализацию, то она у вас будет сходиться значительно лучше, чем нейронная сеть, для которой эта инициализация оказалась неверной. То есть вот мы берем две нейросетки. Они одинаковые, у них вот единственное, что меня изменено, это инициализация весов. Там просто мы берем, у нас функция, у нас как раз-то мы используем функцию активации RELU, а мы взяли инициализацию весов, которая была выведена для функции типа сигмоиды. И у нас получается, что вот наша нейронная сеть в одном из случаев сходится значительно лучше. Согласны? Вот, это такой вот нюанс очень важный на самом деле, что в зависимости от инициализации у вас может вот, у вас просто будет дольше сетка учиться, например. Но может быть вообще еще хуже ситуация, что вот если мы возьмем сеть с 30 слоями и выберем совсем неправильную инициализацию, то у нас сетка может вообще не учиться. То есть вот мы берем, и у нас сетка, которая правильно инициализирована, она продолжает сходиться, и правда тяжеловато на самом деле, потому что просто много слоев, их поначалу ей сложно оптимизировать, там нет каких-то дополнительных соединений, которые бы этому помогали. Мы в прошлый раз с вами разбирали residual connection, например. Но сетка, которая неправильная инициализация, она вообще сходиться не будет. Вот. Ну и, соответственно, на самом деле, в PayTorch есть функция, которая вычисляет вам любые коэффициенты вот этих нормального и равномерного распределения, причем она это делает в зависимости от функции активации. То есть у вас на самом деле то, как инициализировать веса, зависит от функции активации. У вас не то, что делятся просто два класса, типа функции, похожие на сигмоиду и функции, похожие на релу. А у вас на самом деле у релу, у лики релу и так далее. У всех этих функций будет немножечко разное. Разные коэффициенты для нормального распределения. Вот. Кроме того, важно учитывать, поэтому полезно считать статьи, откуда вы берете вообще свои архитектуры, что у вас может возникнуть просто ситуацию, ну то есть авторы каких-то очень крутых архитектуры, первые фиши от Net 2v2, мы на прошлом занятии разбирали, что это очень самое, оно одна из лучших архитектур конволюционных нейронных сетей. Вот авторы этой нейронной сетки, они свою инициализацию предлагают. На самом деле это не совсем их инициализация, она действительно для функции активации, которую они используют, она является одной, ну общепринятой, но в принципе PyTorch вам ее сразу не выдаст. То есть вам нужно, скорее всего, это самим написать. Соответственно, давайте посмотрим просто. Значит, у нас для того, чтобы инициализировать веса, вот используется такой модуль PyTorch, PyTorch, NNNNNIT. Значит, пока мы ничего тут не поменяли в архитектуре нашей сетки, вот у нас просто наша есть нейросетка. Единственное, что мы говорим, что мы хотим инициализировать из нормального распределения веса и хотим, собственно, запустить, то есть хотим, если мы вообще задали то, как мы хотим инициализировать веса, мы хотим их инициализировать. И вот у нас функция, которая, собственно, это делает. Давайте на нее посмотрим. Значит, что она делает? Значит, во-первых, она, вот этот как раз этот коэффициент получает от Calculate Game. То есть вот то, что я говорил, у вас есть функция, которая автоматически подбирает параметры. Ну вот тут написано. Идет на recommended game value for the given. Ну вот это функция активации. Вот. Соответственно, дальше что мы делаем? Значит, дальше у нас могут быть, то есть мы на самом деле здесь учитываем, что у нас могут быть только линейные слои, по сути. Значит, если у нас слой линейный, остальные слои не надо трогать просто. А что мы делаем? Значит, мы берем, ну в данном случае мы нормально решили, делать инициализацию. Мы просто веса инициализируем, используя, ну, таким вот гейном. Этот гейн, собственно, определяет среднюю дисперсию внутри самой функции. То есть нам не нужно их отдельно считать. Просто инициализировали каким-то нормальным распределением, кто я хорошо для этой нейронной сетки. Вот. И тут уже видно, что на самом деле не все веса нужно инициализировать там из нормального распределения. Если кто-то помнит, у нас есть для нейронных сетей такой параметр, как BIOS, который не зависит от входного сигнала, мы просто его прибавляем к выходному. Вот этот BIOS, его инициализируют обычно нулем, наоборот. То есть не из нормального распределения, а просто нулем. Потому что в полумочалнию типа BIOS не нужен. Мы можем запустить модели вот с инициализацией. Вот у нас построился график, как будет выглядеть, то есть как будет выглядеть распределение весов инициализированных. Ну, получается нормальное распределение вот с такой достаточно маленькой дисперсией. Дальше что мы делаем? Мы берем и... Да, вот у нас запустился танзорборт нормально. Сейчас мы посмотрим, кстати. Давайте, давайте... Да, ну вот она продолжает, кстати, учиться, поэтому... Значит, возьмем без... Значит, вот у нас было вот то, что я хотел показать, как раз то, что нейросетка с одним... с двумя слоями учатся. Нейросетка с... С тремя слоями уже на тесте вообще не... Ну, то есть на тесте нет изменения, но, что главное, нет изменения и на трейне. Вот. Теперь мы давайте... Ну, там ниже просто код. Мы вот применим эту инициализацию и такую нейросетку вот с правильной уже инициализацией весов запустим. И... Сейчас, так, пардон. Да, сейчас. Вот. Вот это, вот. Вот это правильная инициализация. Мы увидим, что у нас сетка стала учиться. То есть она учится, на самом деле, точно так же, как сетка с двумя слоями. На самом деле, не совсем то, что мы бы хотели. То, что мы уже добавили больше параметров, как мы хотим получить сетку лучше. Но факт в том, что от того, что мы правильно инициализировали нашу сетку, она, в принципе, стала учиться. Окей? Нет? 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 Там, значит, если добавить вот эту сетку, для нее можно просто посмотреть, как у вас выглядит, собственно, активация. То есть мы можем посмотреть, что... Давайте... А вот у нас градиенты. Вот. Если просто посмотреть, как ведут себя градиенты, то есть вот то, что мы с вами навыводили, как это будет себя вести для сетки, в которой инициализация весов неправильная. Значит, градиент на первом слое перед предсказанием, тут очень важно, то есть мы в другую сторону смотрим. А у вас... Давайте я на всякий случай это покажу. Может быть непонятно. Еще раз. Вот у нас Y мы предсказали. Вот у нас градиент, который мы сейчас смотрим, это вот на этом слое. Потом мы на втором слое посмотрим и так далее. Вот мы видим, что у нас распределение градиентов, в принципе, ну такое, то есть градиенты достаточно большие, да? Согласны? Ну, 0,25. Псусть, что у нас веса на самом деле тоже не очень большие, это нормальные градиенты. Мы действительно будем ими менять веса и менять их серьезно. Если посмотреть на распределение на втором слое, то у вас уже стали веса, ну, во сколько раз? В 10 раз где-то меньше. Согласны? Соответственно, если мы возьмем там еще меньше, то у нас, ну, еще в 10 раз меньше. И так далее. То есть на самом деле на четвертый слое уже приходят настолько маленькие градиенты, что с ними, в принципе, работать нельзя. То есть тут градиенты, которые, ну, домноженные еще на learning rate, которые там не, ну, обычно берется, например, 10-2, 10-3, они просто становятся числами, которые, если вы прибавляете к весам нейронной сетки, они просто ни на что не влияют. А сетка ничего сделать не может. Вот, соответственно, вот в этом случае, ну, и как бы это объясняет историю, то, что мы наблюдали. А в этом случае такой истории нет, у нас все хорошо учится. Это первая была история, значит, про то, что нужно инициализировать веса. То есть когда вы делаете не розетку, нужно внимательно подумать, как вы будете инициализировать ее. Если вы там используете какую-то функцию активации, взятую из статьи того же EfficientNet, то желательно посмотреть, как они инициализировали свои веса. А если вы используете там Reel, то вы используете инициализацию кайминга и так далее, и так далее. Опять же, инициализацию, на самом деле, весов можно для не расти, сделать очень по-разному. Но главное, чтобы она была разумной и вот не приводила к тому, что я выше показал. Вторая история – это то, что мы с вами, в принципе, наблюдали, когда решали семинар. У нас на семинаре была такая проблема, что если мы используем для обучения нейронной сетки ненормализованные данные, то у нас она учится, она сходит с какому-то качеству, но качество это не очень хорошее. А когда мы данные используем нормализованные, у нас сетка учится намного более стабильно и сходится к качеству лучшему. То есть, в принципе, потенциально можно и то догнать было до хорошего качества, но там нужно прям постараться. А вся разница просто в том, что у вас есть нормализация в ходных данных. Есть она или нет. Значит, от чего это, почему это так возникает? Вот представим себе, что данные у нас распределены вот таким образом. То есть у нас есть x1 и x2. У нас два признака, и вот у нас наши данные. Они вот так вот лежат. Нам нужно каким-то... Нейронной сетке нужно на самом деле вот эти точки уметь друг от друга отличать. Давайте просто возьмем вот эти признаки, однормируем. То есть вычтем из них среди и разделим на стандартное отклонение. У нас получится вот такая история. В какой ситуации нейросетки легче отделить одни точки от других? В этой, где они почти слипаются, или в этой, когда они вот так вот вокруг нуля расположены достаточно симметрично и разбросаны. Ну, тут вопрос на самом деле, по сути, риторически. То есть в этой ситуации легче. Поэтому данные, поданные на вход нейронной сетки, часто там нормализуют. Но если вы, конечно, там не работаете, например, с теми же последовательностями, когда у вас one-hot encoding, вы его не будете нормализовать. Там, в принципе, там проблема просто этой не будет. Но, в принципе, вот если данные не отнормализовать правильно, у вас нейросетка будет работать немножечко хуже. На это тоже нужно обращать внимание. Почему? Потому что нейросетки, которые хранятся в приторче, допустим, вы решили для своей задачи применять уже сетку, которая была обучена. Они обучены с какой-то нормализацией. Если вы в них просто засунете свою картинку, не отнормализовав ее так же, как то, на чем она училась, у вас просто это учится. То есть у вас просто нейросетка выучит. Не выучит, она просто предскажет очень-очень странные вещи. Просто потому что она не видела такие значения, она к нему не привыкла. Вы передаете картинку, в этой картинке там есть значение 255. А она привыкла к тому, что ей уже подают отнормированную картинку, которая по сути картинка это не является уже, в которой там значение от минус 1 до 1 в основном. Вот. Ну и почему это еще работает? Потому что на самом деле оказывается, что гадиентный спуск, он в принципе просто в условиях, когда у нас вот компоненты между собой нормально соотносятся, он лучше работает. То есть ему легче идти. Когда у нас получается вот такая вытянутая длинная область, ему приходится очень много скакать, просто у вас сходимость получается хуже и дольше. Вот. Ну и следственно, да, в общем случае, если вы хотите просто, хотелось показать, как нормализация выглядит, вот у нас есть сэмплы, у нас есть фичи. Мы для каждой фичи из нее вычитаем среднее и делим на стандартное отклонение. Вот. И это работает именно для входных признаков. То есть мы понимаем, что вот когда мы учим нейросетку, нам еще важно то, что мы ей даем на вход, отнормировать. Опять же, если вы будете разбираться с нейронными сетями типа диффузии, у диффузных нейронных сеток тоже есть своя нормализация, они не так это делают, но просто у них тоже есть какие-то предположения, которым нужно следовать. То есть они это либо внутри себя обычно делают, ну либо требуют от вас, чтобы правильно это сделали. Проблема, которая, ну которую вообще нельзя решить, это так называемый cover-red shift. То есть представим себе ситуацию, что у вас выборка на обучении и на тесте, они вот, ну, соотносятся вот так вот. То есть вот на обучении то, что мы видим, вот что мы видим на тесте. Может ли модель вообще между, обучившись на этой выборке, предсказывать, что-то для этой? Ну, на самом деле, крайне маловероятно, может быть, очень, ну, то есть может получиться такая вот ситуация, например, что то, на чем вы учитесь, это вот эта часть закономерности, а то, на чем вам надо предсказывать, это вот эта часть закономерности. здесь ваша нейросетка не какой-то гениальный догадыватель, предсказатель, то она не сможет понять, что вот здесь идет возвышение, потому что до этого была постоянно у вас функция падала. Вот. С этим, по сути, ну, то есть с этим бороться, вот если у вас уже данные такие, достаточно тяжело. То есть это надо следить. У вас обучение и тест были друг на друга похожи. Если они не похожи, то у вас нейросетка по определению не сможет что-то хорошо выучить. Просто потому что, чтобы она не выучила, на тесте будет ну, не то. Вот. Что с чем можно бороться? Ну, тут на самом деле показано. Давайте я просто, опять же, там картинка. Обычно, так. Испугался, что-то сейчас отвалится опять. Значит, вот смотрите, давайте представим себе, что у нас есть какой-то слой. Тут вот нарисовано, что вот у нас есть слой, и ему поступают признаки, ну, допустим, вот так вот. Вот у него точки, они вот так расположены. Мы же их формировали, это там первый, первый слой, вот они правильно поступают. А он их следующему слою передает вот сюда. То есть, он говорит, что вот здесь будут. То есть, ну, он просто перевел это в другое пространство, возможно, больше размерности, но у нас вот везде будет размерность 2. Просто потому, что, ну, больше мы рисовать не умеем. Этот слой, соответственно, что-то еще делает дальше. теперь представим себе следующую ситуацию. Мы ошиблись. У нас вот сюда пошел градиент. Что произойдет? Произойдет, что мы поменяем веса. Ну, давайте, вот у этого будет V2 веса, у этого V1. Значит, сначала мы поменяем веса вот этого слоя. Согласны? При этом мы будем исходить при изменении градиента, мы его считаем, ну, поменяли это, потом поменяли это. Мы предполагаем, вот этот градиент, он ничего не знает, который пришел к этой модели. Он ничего не знает про вот эту часть. Согласны? Просто это на самом деле, вот, опять же, это из Chain Rule следует, из того, как вообще мы считаем градиент для нейронных сетей. Вот эта часть, ну, не может сюда ничего сказать. Вот. Что в итоге происходит? Происходит следующая ситуация. У вас вот эта часть, она училась вот отсюда куда-то это посылать. Допустим, типа, ну, допустим, у нас 2, 2 возможности есть послать. Вот она сначала посылала вот сюда, из этой области точки, а теперь, после того, как градиент отработал, она начнет их посылать в другую. То есть, вот в эту, вот эту штуку. Окей? Понятно? А теперь, градиент дошел до вот этого слоя. Что произойдет? Произойдет следующее, что он не будет точки вообще сюда посылать. Вполне возможно. Вполне возможно, особенно на первых этапах обучения нейросети, это очень важно, именно на первых, что у вас он возьмет и решит, что теперь он будет посылать все сюда. понятно? Соответственно, ваша сетка, что она выучила? Она выучила очень полезную историю про то, что ей вот, если она отсюда что-то делает, ей нужно это посылать сюда, а если, но проблема в том, что приведу вот этот слой выучил совсем другую историю и вообще здесь теперь признаков не будет. А что здесь происходит, ни розетка вообще не знает. Понятно? Возможно, из этой области надо было посылать вот сюда, а она посылает вот сюда, просто потому, что вот так вот сложилось. Вот это, у вас получаются такие гонки между нейросетями, ну, между слоями нейросети на первых шагах. То есть у вас вот эта штука, она меняется без учета того, что вот это тоже поменяется. Это немножечко грустно, ну, ну, что поделаешь? Оказывается, можно что-то поделать. Значит, первый вариант, который фиговый. Это просто сказать, что мы будем нормировать, и его, кстати, пробовали, его многократно пробовали, иногда, кстати, он работает. То есть он фиговый, ну, как бы, ну, можно встретить работы, где он работает в каких-то очень специфичных условиях. Поэтому, то, что мы дальше разберем, в принципе, имеет параметры, чтобы так работать. Идея простая. между переходом вот этим, вот тут вот мы ставим, ну, давайте назовем это просто нормализация. Эта нормализация нам всегда признаки загоняет вот сюда. Понятно? То есть у нас все, что вот выдает эта сетка, оно всегда будет, ну, в районе нолика. То есть оно, оно может, а и с дисперсией единичка. По слову, за счет вот этой нормализации, которая сейчас на слайде. Это будет работать на первых шагах. На первых шагах это хорошая идея так делать. Потому что, действительно, у нас теперь вот этой проблемы с гонкой нет. Плюс на самом деле, ну, мы потом поговорим, что не единственный, что не единственный, это не единственная проблема. Тут и градиенты легче считать, тут и минимизация ошибки легче идет. Тут вообще, как бы просто, ну, жизнь по кайфу. Проблема начинается в тот момент, когда мы вспоминаем, что, ну, например, у нас функция сигмоида. Сигмоида, она очень паршивая вещь, ну, просто вот во всех, на внутренних слоях она это ужасная вещь. Она, вот в этом отрезке, куда мы загнали наши признаки, она вообще говоря, линейная. Понятно? Линейная функция, как мы с вами уже обсуждали, если у вас функция активации линейная, у вас много слоев сетки сворачиваются в один. И вот тот прикол, что на первых этапах обучения нам это возможно даже было по кайфу, потому что мы сначала учим какую-то легкую зависимость, а потом начинаем ее усложнять. То есть мы хотим на поздних этапах взять вот это облако точек и таки, мочь его сдвинуть куда-нибудь. То есть пусть оно будет, пусть оно будет вот таким красивеньким, пусть оно будет как-то нормировано, но мы хотим его и уметь сдвигать. Почему? Потому что мы хотим уметь попадать в области насыщения сигмоиды. Поначалу мы туда попадать не хотим, потому что если вы изначально туда попали, оттуда выбраться сложно. Но когда вы уже уверены в своем решении, туда действительно имеет смысл залезть каким-то точкам. Каких-то, которые вот прям хардкорные кошки, такие вот прям кошка это вот прям кошка, не собака. Вот вы хотите туда попасть, а вам такая нормализация это сделать не даст. Аналогично, если вы возьмете там, допустим, ну можно подумать, ну блин, пример сигмоиды, ну очевидно, не будем просто использовать сигмоиды. Ну хорошо, Релу не сильно лучше. У Релу, что у нее? У нее в нуле половина этих, ну точнее не половина, в смысле все значения меньше нуля зануляются. Теперь давайте посмотрим, типа ну допустим, у нас вот признак, мы его получается засунули на отрезок от минус одного до одного. Согласны? То есть, ну допустим, что у нас это симметрично, то есть получается, что половина точек будет просто всегда зануляться. Половина выходов. Согласны? Это грустно, это неприятно. И как бы это тоже работать не будет. То есть, все сетки, которые, все подходы, которые были устроены на этом, они поначалу, во всяком случае, не работали. То есть, они в каких-то специфических условиях могли работать, но в принципе нейросетки учиться они не помогали. Поэтому появился другой подход, который называется вочно. Заключается он в следующем. Давайте действительно поначалу нормировать. бог с ним мы с вами только что обсудили, что вообще говоря, нормировать это нормально. То есть, вот на первых шагах нам возможно даже хочется, чтобы у нас все эти слои свернулись в одну, в один слой, который легко учить. Но мы будем делать немножечко по-разному эту историю. Сейчас давайте я найду формулу. тут картинка, опять же ее может посмотреть попозже. Значит, идея какая? Вот у нас есть признак. Мы действительно из него вычитаем среднее этого признака, делим на стандартное отклонение этого признака. То есть, это вот то, что мы делали до этого. Тут еще единственный отдельный вопрос, откуда взять среднее его и стандартное отклонение. Ну, сейчас мы поговорим. Хорошо. Это мы сделали. Это у нас получается такой x и ты там тут в обозначениях да, в обозначениях он такой. А теперь давайте мы и давайте мы сделаем преобразование еще одно. То есть, после того, как мы сделали вот эту гадость, ну, которая на поздних этапах, мы согласны, что это гадость. А мы сделаем там, ну, там оно по-другому названо, пусть будет со звездочкой просто вот такое преобразование. Мы возьмем вот этот преобразованный признак, умножим его на гамма и т и прибавим бета и т. Тут возникает вопрос, что это за гамма и т и бета и т. Это параметры. Это параметры свертой, фу, параметры бачи нормализации вот этого слоя, который мы сейчас будем, который мы хотим сейчас вывести, которые, по сути, могут что сделать? Смотрите, что будет, если гамма и т. это равно сегме и т. а бета и т. равно у и т. Что произойдет? Мы отменим вот это преобразование. Согласны? То есть наша нейросетка теперь, когда хочет, то есть у нас теперь не норма, у нас бач норм, наша сетка, когда что-то хочет сделать, она действительно может при большом желании засунуть свой выход сюда. Так? А инициализируем мы это поначалу, мы скажем, что у и т. фу, фу, сигма и т. гамма и т. гамма и т. Поначалу 0, фу, блин, 0, единиц, а бета и т. 0. Почему? Ну, как раз, чтобы поначалу, вот в самом начале нейросетка пока не учится еще, пока вот самые первые шаги, она как раз-то вот сюда попасть не могла, а попадалась сюда. Понятно? То есть на первых шагах мы хотим попадать вот в эту область всегда, потом мы хотим, чтобы нейросетка могла эту область двигать, так как ей выгодно. Вот. Теперь возникает неприятный момент, который заключается в том, что, к сожалению, вот для выборки вы можете посчитать средние значения. Это окей. то есть, вот у вас у вас есть датасет, вы для него можете для всех признаков посчитать средние значения. Ну, хорошо. Как это сделать для нейросетки? Вам вот эти штуки брать неоткуда. Поначалу. Так? Тут подсказка в том, что вот эта штука называется батч-норм. Что она делает? Она берет и для каждого признака она просто вычитает оцененное среднее. То есть, по сути, икс-этое среднее. Ну, а здесь идет то, что мы, ну, то, что в статистике обозначает оценочное, оценочным стандартным отклонением. Понятно? Откуда мы эти берем еще раз штуки? Вы используете батч. Поэтому в батче у вас есть какое-то число объектов, допустим, n. И у вас есть признак икс-этое. И у вас для этого икс-этое получается есть много значений. Значит, вы можете оценить среднее этого икс-этое как среднее по вот этому батчу, ну и дисперс, и стандартное отклонение оценить так же. Понятно? Ну, единственный нюанс заключается в том, что оно так работать, конечно, будет, но с какым, с некоторым нюансом, потому что на самом деле тут может быть ноль. Да? У вас, возможно, есть слой, который решил для всех объектов всегда выдавать единичку. Согласны? Ну, вот просто при или признак, вот просто есть признак, который для всех объектов почему-то нулевой в этом батче. вот, в этом случае вы должны просто сделать следующее, то есть мы оцениваем мы все-таки дисперсию, да и то, извлекаем из нее корень, ну сюда еще добавляем эпсилон, просто чтобы у нас не было переполнения. Понятно? То есть мы добавляем вот эту штуку, поэтому у нас там не может быть деления на ноль, у нас не может там возникнуть каких-то очень странных чисел, ну потому что может быть дисперсия очень маленькая. То есть слой предсказывает почти константу. Вот мы от этого не хотим, поэтому мы вот так вот делаем. Окей, значит, по бачу мы с этим всем разобрались, то есть у нас есть некий, некая интуиция. Проблема заключается в том, да, получается у нас вот есть слой бачно, он умеет считать вот это среднее и стандартное отклонение, просто на основе бача, который пришел. У него есть параметры, на которые он все домножает, скил и шифт мы можем их назвать, вот, и они учатся. И вот здесь видно, что есть еще какая-то штука, которая moving average, да, на этой картинке. Пока мы про нее не поговорили, но она на самом деле тоже очень важна. Давайте, давайте, собственно, на этой картинке и поговорим. Значит, все хорошо, допустим, мы обучили нейросетку таким образом. Это нормальная история, то есть может быть такое, что вы нейросеть обучили, она выучилась, но, как это, есть нюанс? За счет чего мы считали средние вот в бач-норме? За счет того, что у нас бач. А во время предсказания на тесте, вот допустим, вам воспользователь навел свой телефон на кошку. Вам что, его попросить, типа, я не могу тебе сделать предсказание, что эта кошка там или у этой кошки это такая-то порода, сфоткаем, пойди еще на помойку, сфоткаем еще 20 кошек, что просто вот, ну, бач набрался. Это не очень хорошая идея, очевидно. Значит, есть два способа это поправить. Первый способ, первый способ. Да, дай ронтайм дискомфер. Спасибо. Обожаю. Значит, первый способ это поправить, это вот эти средние дисперсию все-таки оценить, вы просто всю выборку прогоняете и просто сделаете финальный шаг, когда вы уже обучили нейронную сеть и просто вы оцениваете среднее, реально, ну, это все равно будет оценка, но вы оцениваете просто по всей выборке. То есть, вы всю выборку прогнали через нейронную сеть и для каждого признака просто посчитали среднее. На каждом слое, вот на каждом слое то, что вам выдается, вы знаете среднее. И точно так же посчитали дисперсию. Ну, или с надактором отклонения. Значит, это, в принципе, рабочий способ, так можно так сделать, это будет не совсем точная штука. Она тоже будет зависеть от размера бача, потому что полностью выборку все равно в сетку не засунете. Но это, это прикольно. так работает, на самом деле, это используется. То есть, в тех ситуациях, когда вы по какой-то причине не можете доверять тем числам, которые стоят в бачноме, вот как раз вот эти moving average, которые мы сейчас обсудим, вам действительно приходится, к сожалению, ну, пересчитывать это все с замороженными весами, то есть, тратить целую эпоху на это. Если не хочется на это тратить целую эпоху, то делается проще. Посмотрим. Мы говорим, что у нас есть вот это матожидание, ну, здесь оно обозначено вот так вот. И, ну, давайте так, давайте. Значит, мы говорим, что, допустим, у нас сейчас пришел некий бач. до этого у нас уже сколько-то бачей пришло, и откуда-то мы знаем вот это вот среднее некое. Что мы сделаем? Мы возьмем и добавим среднее нашего бача с коэффициентом альфа, а то среднее, которое было до этого, мы добавим, ну, добавим с коэффициентом один минус альфа. Это назовем тождественно новым средним. Понятно или нет? Значит, эта штука на самом деле работает. То есть, это действительно, ну, то есть, опять же, это такое своеобразное скользящее окно, и оно, опять же, имеет некий геометрический, математический смысл, что представим себе ситуацию следующую. Вот вы, вот у вас есть некий сигнал, да, вот такой. Согласны? Вы по какой-то причине не можете этот сигнал весь хранить в памяти. Вот вам влом, не хочется. Или вы хотите там добавить какие-то определенные свойства. Значит, мы хотим этот сигнал сгладить, если бы мы могли хранить его в памяти, что мы сделали? Мы просто бы пошлись окошком константным, и в каждом окошке посчитали среднее здесь, здесь и так далее. Согласны? У нас бы получилось что-то типа такого. Да? Вот. В той ситуации, когда вы не можете так сделать, то есть вы, а нейронные сети это то же самое, потому что вы не можете хранить предыдущую историю, вы не можете там считать в окошке, типа давай, давай я за сто предыдущих бачей возьму числа, их все сложу и посчитаю среднее. Вы так сделать не можете. Зато вы можете вот взять и просто хранить вот это одно чиселка. то есть взяли сначала пронаблюдали, значит у вас было вначале, вы говорите, что у вас то, что вы пронаблюдали ноль. Вы наблюдаете ноль, у вас ничего не поменялось, ноль. Потом вы наблюдаете, скажем, пять. Вы берете ноль, умножаете на один минус альфа, это, например, 0,9 и прибавляете пять. У вас, фу, умноженное на 0,1. У вас получилось 0,5. То есть у вас получилось некое, ну, некое своеобразное среднее между нулем и пятью. Потом вы добавляете следующий шаг, вы там увидели 10. У вас получается уже вы 0,5 получите на предыдущем шаге, умножаете на 0,9 и прибавляете 10 умноженное на 0,1. Соответственно получится там 1,45. По-моему, да. Вот, ну и так далее, так далее. Вот оказывается, что если у вас достаточно большое окно, то в принципе у вас получится очень неплохая аппоксимация среднего по всей выборке. И при этом вы не будете, у вас нет нужды хранить то, что было до этого. Понятно? Вот. Опять же, в принципе, так, ну как бы, ну, можно посчитать все действительно честно, но это просто требует очень больших ресурсов. вот, поэтому так обычно не делают. Вот, ну плюс у вас как бы если очень большая сетка, то конечно там вы устанете это считать, ну можно. соответственно, аналогично можно посчитать скользящее среднее для дисперсии. То есть вот, вот эти moving average нам их придется хранить в слое. И при этом они будут очень специфичны, они будут зависеть исключительно, то есть, смотрите, вот в чем отличие между skill and shift и moving и вот вот этими двумя moving average ами. Есть идеи? Смотрите, вот эти штуки мы обновляем градиентом, так? А эти нет. То есть, вот это так называют, но это параметры слоя, а это то, что в по торче называется буфером просто. Вы туда просто кладете значения, они никак не оптимизируются самой нейронной сеткой, они никак не оптимизируются градиентом, а вы просто там кладете какие-то значения, которые нужны для этого слоя. Соответственно, когда вам нужно сделать предсказание на трене, фу, на тесте, вы, собственно, это используете. То есть, вы берете этот moving average и просто, то есть, у вас была раньше формула какая? У вас была x и тая минус вот это последнее по признаку делить там на дисперсию и тую плюс epsilon. Вы, соответственно, берете вместо x и того подставляете там moving average и т. А здесь подставляете moving там дисперсия и т. Понятно? Вот. Соответственно, вот этот слой, batch norm, это первый слой, на самом деле, который мы с вами встретили, который ведет себя по-разному на обучении и на тесте. Согласны? То есть, когда вы обучаетесь, у вас нормализуется признак не на то же самое, на чем он нормализуется в тесте. Соответственно, это, во-первых, источник очень большого числа ошибок. У вас может быть банальная ситуация, когда у вас тест очень сильно отличен от трейна, и в этом случае у вас просто будет очень плохое качество на трейне, на тесте, просто потому, что вот этот moving average, он вообще не соответствует тому, что вы получаете в реальности. То есть, у вас не получается признаки там загнать куда-то, в ту область, которую вы хотите. А кроме того, может быть ситуация, что у вас сам трейн неправильно сделан, и у вас в нем признаки, у вас признак распределен на каком-то слое, у вас получается признак, который распределен на всей выборке тренировочной, от минус 5 до 5. Но вы эту выборку подаете именно вот в таком порядке. сначала вот этот кусок, потом этот, 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 этот и этот, то есть, один кусочек за другим. У вас в итоге получится, что у вас вот этот moving average, он здесь как раз-то накосячит. Он вам выдаст значение, которое очень близки к 5. Хотя в реальности оно где-то здесь. Это, вот, соответственно, вот такие, то есть, бачк-норм это такая очень интересная штука, но она на самом деле, то есть, ее очень, то есть, как говорят там специалисты, она безумно классная, но от нее все пытаются избавиться. От нее не получается избавиться, но она вносит просто очень много артефактов и прочего. Вот, ну, тут есть пример просто скользящего среднего. Значит, еще один нюанс с бачк-нормом состоит в том, что когда вы используете конволюцию, это важно, у вас для вот этой маленькой нейросетки что является признаком? Только какой-то один столбец или одна строка? На самом деле нет, является вот это все фичер-мэп, она потому фичер-мэпом и называется. То есть, когда вы получаете при помощи конволюции один признак, этот признак это не просто признак для конкретного там икса, вот в конкретной позиции для какого икса, а это вот все, вот это вот, все вот это пространство, весь этот фичер-мэп, вся эта простынка, полученные из изображения, весь канал там RGB, это вот один будет фичер-мэп. Понятно? Вот, поэтому просто бач-норм для конволюции работает немножко иначе. Вот, как это все работает? На самом деле оказывается, что это действительно очень круто работает, то есть у вас, во-первых, первое, что можно увидеть, вот у нас есть бризлайн, который как-то учился, это старые нейросетки, которые могли учиться без бач-норма. И вот они учатся, но они учатся с трудом и при помощи там функции активации, хорошего вот этого инициализации весов, и вот мы до чего-то, до какого-то качества доходим. дальше мы добавляем бач-норм. Вот этот розовенький. Сейчас, пардон. Да, вот качество. Сейчас, то, что черная кривая, это отдельная. Красная, это вот этот инсепшн. Дальше у нас идет, мы добавляем просто бач-нормализацию, и мы видим, что у нас нет, не, все, изначально было правильно. Пардон, этот график что-то забыл. Значит, вот это качество нормальное, а дальше что мы делаем? Мы берем, добавляем бач-нормализацию. Если мы просто добавляем бач-нормализацию, это красненькая линия, то у нас качество получается лучше и быстрее. То есть, мы сходимся быстрее и лучше. То есть, два в одном. Более того, можно сделать бач-норм, вот у нас есть два бач-норма. Один это мы learning rate увеличили в 30 раз, а в другом случае мы его увеличили в 5 раз. И мы видим, что и для 5, и для 30 мы сходимся еще быстрее и еще к лучшему качеству вполне возможно. Понятно? То есть, у вас вы добавили вот этот слой бач-норма, и за счет этого у вас нейросетка стала работать в разы лучше, и вы можете ее обучать большими learning rate. Это на самом деле важная история, то что чем глубже нейросетка, тем вероятнее с одной стороны получить затухание весов, а с другой стороны получить взрыв градиента. Затухание градиента и взрыв градиента. Поэтому вы не можете брать очень большой learning rate. А почему позволяет это сделать? Вот. Более того, даже если взять хреновую нейросетку, вот эта вот розовая, розовая нейросетка, это нейросетка, которая специально сделана плохо, в ней как раз промежуточные слои сегмоиды. Даже если вы туда засунете бачнорм, у вас эта сетка как-то обучится. То есть бачнорм, он настолько классный, что он прощает вам такую вот ошибку новичка, что вы не знаете, что сегмоиду ставить между слоями обучающейся сетки не очень хорошие идеи. Да, на самом деле есть такая очень интересная задачка, мы не будем разбирать со звездочкой, посчитать градиент, как вы градиенту бачному, как посчитать, как вы должны обновлять вот эти параметры скейла и шифта. Тоже кажется, что мы делаем какую-то огромную штуку, которая вообще не считаема. И на самом деле она считаема, но градиенты там считаются не очень привиально. Вам это конечно делать никогда не придется слава богу. Оказывается еще, собственно, почему мы можем делать большие очень learning grade и частности. Бачном работает как регуляризация. Что произойдет, если я веса сетки увеличу в раз? У меня сам выход сетки не поменяется. Понятно, почему? Ну, потому что я увеличил на одно и то же число каждый вес. Я просто увеличил в тысячу раз, но у меня выходы все увеличились в тысячу раз, но я же беру среднее и делю над дисперсию, поэтому от этого я избавлюсь. При этом градиент слоя по входу тоже не поменяется, то есть то, что мне пришло на вход, оно спокойно дальше и пойдет. Опять же за счет того, что у меня бачном такой классный. А вот градиент по этим самым увеличенным весам он уменьшится во раз. Почему? Потому что вот эта часть преобразуется в то, что и так было бы, если бы я эти веса не увеличивал во раз. Но внизу у меня градиент идет по этим весам увеличенным. То есть получается вот это один на а. приятная такая штука, а бачном уменьшает необходимость регуляризации в нейронной сети. То, что он сам штрафует очень большие веса, он просто не говорит ни рассетки, что это хорошие веса, потому что ну пофиг. Типа что туда или еще туда. Вот. Ну и соответственно с бачном на самом деле есть опять же тут вот перечислен набор истории, которые можно с бачном использовать. Во-первых, очень важно перемешивать бачи. Почему? Потому что вот когда вы учите параметры scale и shift, которые у нас были, вот где они вот эти параметры, они учатся как раз там если посчитать где-то, они учатся на основе всего бача разом. Поэтому если у вас например выборка размера 100 тысяч, а у вас каждый бач по размеру 1000, у вас получится, что вы учите вот эти вот конкретно вот эти параметры всего лишь по 100 объектам. И можно переобучиться. Поэтому у вас очень важно здесь становится вот когда вы учите нейросетку такого типа, что у вас должны быть перемешиваться объекты между итерациями. Хоть как-то, но должны. Иначе получится проблема. Кроме этого еще одна история. Я вот говорил, что bias равный false иногда нужен. если если у вас опять же бач нормализация она что сделает с давайте вот bn от некого av x плюс b она а уберет согласны то есть сначала это то же самое что больше нормализации от vx и все то есть а мы убираем и b убираем окей вот поэтому вот эти bias их лучше убрать потому что они просто учиться не будут потому что они просто ни во что вклада не вносят в худшем случае можно получить какой-нибудь артефакт из-за того что этот bias не равен нулю и на этапе тестирования он уже какой-то вклад может внести внезапно кроме того мы с вами еще поговорим про dropout l2 регуляризацию оказывается просто что ну за счет того что просто бач норм сам вносит регуляризацию регуляризацию все-таки лучше убрать поменьше сделать когда вы добавили туда бач норм ну и чем меньше размер бач в обучении собственно почему от бач норма люди пытаются все-таки хоть как-то откреститься потому что чем меньше размер бач который вы можете засунуть на видеокарту тем бач норм будет работать хуже то есть вот например ошибка будет все больше и больше расти то есть там до 30 процентов от изначальных 10 у сетки после того что вы бач делали другой получается бач вводит во-первых вот эту неявную зависимость качества нейроссетки от размера бача а во-вторых просто на маленьких бачах она тупо работать не будет и используют дополнительные всякие модификации бач норма будьте здоровы которые которые вот эту историю пытаются побороть значит да ну и как я уже сказал на самом деле не обязательно ковред шифт работает возможно просто мы вот такой про пространстве ошибки от такого пространства ошибки переходим к такому где легко сойтись вот скилл инвариант ландшафт получается которым очень легко найти минимум у вас не возникает вот этих всяких историй что я увеличил вес у меня что-то там все веса в раз и у меня что-то сильно поменялось бач нормализация в Партайче выглядит очень легко это просто модуль который называется почно единственное ему нужно сказать в какой размерности придут признаки которые ему нужно нормализовать в данном случае у нас линейный слой поэтому будет 1D если бы мы использовали конволюции то нужно было бы указать 2D он бы как раз ты учел вот эту историю с фичер марком и давайте мы это запустим так сейчас ну и сейчас давайте да прошу прощения сейчас надо будет отмотать качество значит посмотрим я надеюсь что она нас не до конца отрубила сейчас мы сделаем как раз пирф я пищу это еще раз посчитать значит бачнорм действительно помогает на самом деле и кроме бачнорма есть еще куча других нормализаций их реально очень-очень много например есть layer norm instance нормализация спектра нормализация их просто реально очень-очень-очень много из них по сути стоит отдельно хотя бы вот просто помнить что она есть это layer нормализация возможно кто-то слышал смотрите она у вас бачнормализация была очень частой она по-прежнему очень часто используется а layer нормализация он не использовался не использовался потом почему-то он на самом деле был раньше не использовался не использовался потом после 2017 года начал его использование расти и продолжает расти как думаете какой тип архитектур появился, что да, attention, то есть трансформеры. То есть в трансформерах используется layer-normализation очень активно, поэтому там вот это появляется. Значит, по сути идеал layer-normализation очень простая, что вы для каждого объекта нормализуете его признаки. Это не всегда далеко работает, это на самом деле для всяких сетках, которые сделаны на изображениях, работает хуже. Вы просто говорите, что у меня все признаки для данного объекта должны в среднем быть, там, давать в среднем у них нолик и дисперсия там какая-нибудь, ну, единичная. Вот, по умолчанию. То есть эта штука работает, как ни странно, но она работает в своих областях. То есть ее просто так заменить бач-нор на layer-нор, и надеяться, что у вас все будет хорошо работать, это очень оптимистично. Вот, другие бач-нормы мы разбирать с вами не будем. Собственно, после перерыва мы с вами поговорим про оптимизацию весов нейросетей. То есть, собственно, мы с вами до этого использовали только градиентный спуск, а сейчас мы хотим попробовать еще другие веса, другие штуки использовать. Давайте сейчас делаем пятиминутный перерыв, да. Мы начали, к сожалению, позже, поэтому залезем на семинар, а потом поговорим, как можно оптимизировать веса. Ну вот, собственно, прежде чем новую тему разбирать. Ну, собственно, то, что я обещал, можно увидеть, что, ну вот мы оставляем бач-нор, и у нас бач-нор на самом деле работает сильно лучше, чем все предыдущие попытки. То есть вот у нас даже сетки, которые учились, они учились по сравнению с бач-нор... А, пардон, пардон, да. Пардон. Так, сейчас, да. Все, включаем, вот. У нас сетки, которые учились по сравнению с вот без бач-норма, они просто очень сильно проигрывают сеткам, которые учатся при помощи бач-норма. Мы это видим, то есть у нас, то есть на самом деле это был для своего времени, это был просто прорыв. То есть то, что мы, то есть мы можем так учить сетку. Сейчас, all. Можно увидеть просто разницу. И представить себе, что вот вам нужно действительно, чтобы достигнуть такого же качества даже на сетке, которая учится, вам потребовалось очень-очень-очень-очень-очень много времени. Оно, возможно, в какой-то момент на самом деле сделает риски револка, когда негасетка плюс-минус находит в весах, которыми можно работать, она дальше уже учится легче, но на самом деле это прям долго ждать. А бач-норм работает сильно лучше. Вот. И к идее должен был досчитаться и второй бач-норм. Давайте посмотрим. вот. То есть мы видим, что это еще не предел на самом деле. Можно взять вообще бач-норм, который… Ну, мы тут считаем на валидации лосс после уже первого, того, как они одну эпоху обучились. И мы видим, что… Нужно вот на трене посмотреть похожую картинку. Вот. Вот. Кстати, я взял просто… Вот я говорил, что можно бач-норм запустить с большим learning rate. И вот мы видим… И вот мы видим, вот у меня бач-норм, вот я начинаю его учить без learning rate увеличенного. И это уже лучше, чем обычная сетка. А здесь я его увеличил, причем я его увеличил на самом деле очень сильно. Помню, я его сто раз, если я правильно помню, а я увеличил. И у меня сетка уже учится еще лучше. Соответственно, можно на самом деле поэкспериментировать, можно попытаться поставить еще больше бач-норм, и может быть моя сетка выучится еще быстрее, еще лучше. Вот. То есть вот такая вот история, что бач-норм на самом деле позволяет вам просто добиваться, ну, как бы, тех результатов, которые без бач-норма добиться почти нереально. Есть буквально несколько… буквально несколько удачных статей, где пишут, что мы смогли избавиться от бач-норма в нашей сети, потому что он не очень хороший, и получить качество сравнимое. То есть типа победить бач-норм – это вообще там даже не пытаются, вот сравнимое качество получить, это уже достижение. Ну, опять же, это для применения. То есть вот лейер-норм, например, в трансформерах, там нельзя бач-норм использовать. Вот. Хорошо. А теперь перейдем к такой очень интересной истории, которая называется оптимизация, собственно, весов нейросетей. Мы с вами уже обсуждали, что… ну вот мы взяли… То есть мы используем градиентный спуск, да. Мы используем градиентный спуск, и у нас есть веса в нейросетке, мы их инициализировали случайным образом. Допустим, мы использовали бач-норму, мы все правильно инициализировали, и теперь нам нужно выбрать, собственно, как мы будем проводить оптимизацию. Значит, есть несколько способов. Первый способ – это, собственно, который мы использовали до этого момента. Если где-то встречался другой, то это, простите, мы не выморали. Это был СГД. Называется это… ну это просто стахастический градиентный спуск. Значит, это вот буквально то же самое, что вы там проходите в университете, то есть просто посчитали градиент и по нему спустились. Какая проблема? Проблема в том, что вот в такой ситуации вы можете, например, вот когда у вас вытянуты, опять же, признаки, вы будете очень долго сходиться к локальному минимуму вот так вот скача. Просто потому, что в каждой вот из этих точек у вас просто направление, в котором вам бы хотелось измениться, оно будет вот именно вот так вот направлено. Это не очень приятно. То есть просто СГД сам по себе – это штука, которая может вот очень долго сходиться к локальному минимуму. Она может застревать в локальных минимумах. То есть ладно бы, хоть бы сошлась, но сошлась к глобальному, но нет, она сходится к локальному, причем очень неприятному, возможно. Более того, ей даже не нужен локальный минимум достаточно так называемой седловой точки. То есть вот ситуация, в принципе, мы можем вот здесь где-то застрять, вот у нас здесь производная. У нас функция здесь почти не меняется, поэтому СГД здесь может застрять. Но здесь это прям организовать очень сложно, я пытался. А вот если у вас вот такая история, то вот в такой функции, то есть это классический пример, где у вас правильный, нециализированный СГД просто застрянет в этой точке. И все, и дальше вы не выкопкаетесь. Кроме того, ну, это проблема всех будет этих методов, что вы используете, вы оцениваете градиент только по маленькой части выборки, по бачу. Поэтому у вас градиенты, которые вы считаете, будут шумными. И из-за этого у вас часть этих ходов градиентного спуска, они будут впустую или вредными. Но здесь на самом деле спорно, это плюс или минус, потому что это можно воспринимать как некую форму регуляризации. То есть вот такой классический махровый СГД, который не умеет учитывать то, что было до этого, он зато регуляризирует. То есть он очень хорошо, то есть у вас получается, что вы если попали в совсем локальный минимум, вы за счет вот этого шума из него можете выбиться. Кроме этого, у него есть проблема, что у вас есть разные параметры, они разные по своей роли. У вас вот есть этот, например, скейл параметр бач-норма, а у вас есть веса в конволюции, а у вас веса в линейном слое. Все это разные веса, их возможно нужно менять с разной скоростью, возможно веса на разных слоях нужно менять с разной скоростью, и все это СГД не делает. То есть у него есть куча проблем. Чтобы попытаться избежать хотя бы части проблем, придумали моментум. Значит, идея моментума, вот то, что нужно понимать, это как, что до этого мы просто скатывали точечку некую, вот она у нас просто, мы ее двигали. Это абсолютно нематериальная точка. Теперь давайте этой точке добавим вес. Тогда наша точка, она будет в какой-то момент разгоняться. То есть вот у нас здесь почти градиента не было, а дальше она его накапливает. И спускается быстрее, чем просто если мы спускались обычным кондинентным спуском, в нужный нам минимум. Кроме того, если мы бы ее запустили где-нибудь отсюда, она бы как вот шарик с массой, он бы вот так вот полетел вниз, перескочил и попал бы сюда. То есть опять же мы можем перескакивать локальные минимумы. Как это сделать? Сделается это достаточно просто. Мы просто, когда высчитываем, куда мы хотим сместиться, вот раньше у нас вот эта формула как выглядела? Просто из веса вычти learning rate умножить на градиент. А теперь мы вычитаем не собственно градиент, а мы вычитаем то, что было на прошлых шагах, то есть то, насколько мы разогнались, насколько какую скорость мы набрали уже, ускорение возможно. Ну тут скорость на самом деле. Набрали на прошлых шагах. И добавляем ко всему этому еще текущий градиент. И у нас за счет этого получается, что и мелкие шумы гасятся, и мы летим быстрее. То есть мы можем сходиться просто быстрее. За счет этого мы, вот где мы здесь бы замедлились, здесь застряли, мы везде все эти места успешно избегаем, просто за счет того, что до этого мы успели набрать скорость. Понятно, идейка? Вот. Это как бы классно. И в принципе, так, да, вот, все нормально. Значит, у СГД есть просто параметр, который этим руководит. Ну, это моментум, и его можно поставить равным 0.9. И все, у вас уже вместо обычного СГД вы используете моментум, он будет работать чуть лучше. Мы специально до этого, вот специально до инициализации, я специально использовал СГД вообще без ничего, потому что получилось максимально хреново. Иначе, если бы там использовать моментумы, использовать там learning rate правильно подобрать, возможно, бы там даже сигмоидом, но все-таки бы научилась. Ну, правда, хуже. Ну, естественно, да, к локальным минимумам мы сходимся просто быстрее, за счет того, что у нас шаг быстрее. И плюс мы вот, то есть нас мотает в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, и мы вот часть импульса, который нас ведет реально к локальному минимуму, мы его агрегируем вдоль вот этих вот лихорадочных движений. Поэтому сходимся быстрее и прямее, скажем так. Да, тут слетел этот, но еще можно пройти по ссылке. Оптимизатор с визуализацией разных оптимизаторов. И на самом деле есть проблема в том, что вы, в принципе, можете выкатиться за пределы минимума, к сожалению. То есть вот эта вот вся история, она, в принципе, конечно, классная, но вы вполне можете, вот если тут начнете, вот у вас глобальный минимум, вы начинаете здесь, катитесь, 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 набрали слишком большую скорость, и поэтому из вот этого минимума вы просто вылетели. А дальше вы в него уже не вернетесь. То есть, в принципе, такая возможная история, но обычная история немножко другая, что мы перескочили через вот этот хороший минимум, а потом в него просто медленно возвращаемся. Вот, соответственно, это с GD Momentum. У него есть модификация, которая позволяет чуть-чуть лучше работать, ее тоже использует. Это просто не стеров Momentum, там просто немножечко иначе считается то, куда мы пойдем. То есть, если изначально мы просто добавляли шаг Momentum и к тому, что мы сейчас насчитали, то есть вот у нас мы посчитали градиент, мы посчитали шаг вот этот, который нас вел до этого, и идем по сумме. То здесь мы делаем немножечко хитрее, у нас есть Momentum, он нас куда-то ведет. Давайте туда пойдем, посмотрим, куда нас поведет градиент в этой точке, и вместо того, чтобы идти вот туда, пойдем сразу туда, куда нас ведет градиент. Это на самом деле не очень тривиально делается, потому что вам получается, у вас есть некий зазор, то есть вам нужно тут если разбираться, там немножко может поплыть, а того, в какой момент вам нужно градиент считать. Но ситуация такая, что вот эта штука позволяет как раз-то избегать ситуации, когда Momentum куда-то совсем не туда повел. То есть у вас может быть ситуация Momentum ведет в ту сторону, у вас градиент в этой же точке ведет тоже в ту сторону, у вас это сложилось, и вы слишком сильно перескочили. А когда вы используете только Momentum и прошли туда, а потом посчитали здесь уже градиент, то у вас намного аккуратнее шаг получится. Поэтому это иногда работает лучше. И, как ни странно, это тоже записывается просто отдельным параметром в SGD, не стеров true. Опять же, у кого-то это работает, у кого-то это не работает, это можно пробовать. Да, I'm still here. Спасибо. Что еще можно сделать? Вот я говорил, что хотелось бы, чтобы для каждого параметра у нас был свой learning rate разный. И, собственно, первая идея, которую можно предложить, и которую предложили люди, которая делается достаточно легко, а давайте мы будем считать, сколько раз тот или иной параметр менялся. Если он меняется часто, то мы за это его будем штрафовать. Он очень часто, очень много менялся, поэтому мы возьмем и просто уменьшим ту силу, с которой он двигается. То есть теперь он, то есть параметры, которые часто меняются, мы им learning rate искусственно подкручиваем, делаем меньше. Но обоснование у этого есть. То есть, типа мы, если он часто очень меняется и лихорадочно, это значит для него learning rate слишком большой. Мы должны этот learning rate прикрутить, чтобы он аккуратнее шел просто. Вот. Соответственно, просто мы, как это делается, мы просто считаем для каждого параметра, ну, не считаем, мы ее храним, сумму квадратов градиентов до этого момента. То есть мы просто... У нас получается какая ситуация, что у нас эта штука всегда будет убывать. То есть у нас, вот мы можем запустить адаграт, и у нас в какой-то момент мы будем уверены, что learning rate для всех параметров станет равным нулю. Почему? Потому что градиент всегда... Это какая-то чиселка отличная от нуля, ну, почти всегда. Соответственно, у нас получается на каждом шаге оптимизации, у нас для каждого веса будет вот эта вот штучка расти, на которую мы делим. У нас learning rate будет уменьшаться. Все меньше и меньше становится. Понятно? Вот. Ну, соответственно, проблема в том, что, да, это затухает все, поэтому адаграт сейчас используется достаточно редко. Будь здоровым. А вторая история, это вот она уже немножко ломает мозг, и опять же тут полезнее всего вспомнить про скользящее среднее. Мы говорим, что на самом деле мы не хотим, чтобы у нас всегда параметр не менялся. Мы говорим следующее, что если наш параметр меняется очень сильно, недавно менялся, то значит вот от того, что вот эти шкачки указывают, что для него learning rate слишком большой. Значит, давайте мы этот learning rate сделаем поменьше. Сделали поменьше, параметр поучился, и вдруг у нас стал настолько маленький learning rate, что он не меняется уже. То есть у нас там не learning rate стал маленьким, потому что мы какую-то точку попали, и у нас градиент нулевой почти. И у нас параметр очень слабо меняется, потому что у нас маленький learning rate, да, и маленький градиент. О чем это говорит? Это говорит о том, что теперь у нас learning rate, наоборот, для этого параметра слишком мало. Поэтому его надо увеличить. Как это сделать? Мы просто берем и считаем в окошке вот этот вот квадрат, сумму этих квадратов. Ведь у нас в окошке получилось, что сумма этих квадратов большая, значит надо learning rate уменьшить. Если в окошке получилось, что сумма квадратов прошлых градиентов маленькая, то надо уменьшить. то надо увеличить learning rate. Вот. Соответственно, эта штука называется RMS-проб. Вот этот вот коэффициент, который отвечает за скользящее среднее, называется альфа. В принципе, RMS-проб используют. То есть, если вы посмотрите, как учили EfficientNet, EfficientNet V2 учится как раз RMS-проб. То есть, у него, то есть, кажется, это на самом деле достаточно старый оптимизатор. Сейчас там более, есть более такой известный, мы сейчас на него дойдем. Но RMS-проб по-прежнему использует то, что он такой, он очень приятный. И, ну, круче, он работает. Хотя сейчас, конечно, больше используют следующую штуку, которая называется Адам В. Значит, важно понимать, что раньше был Адам. На самом деле, то есть, он до сих пор даже есть этот Адам. Но проблема в том, что был такой оптимизатор Адам, но с ним была большая проблема, что он работал очень хорошо, но на очень маленькой части задач. А на большой части задач он работал сначала очень хорошо, а потом почему-то не мог побить даже банально СГД. То есть, вы учитесь Адамом, сходитесь очень хорошо, а потом не можете достигнуть качества, которые достигли бы СГД просто дольше. Вот, поэтому надо разделить всякие дополнительные там рецепты, как правильно этот Адам должен вариться, чтобы все это училось там добавить. Но в итоге просто оказалось, что там есть один момент в этом алгоритме, который не учли. Сделали так, как делают все, а здесь эта ситуация не работает. И поэтому появилась просто модификация, которую сейчас можно использовать спокойно, это Адам В. А идея там тоже та же самая. Давайте у нас есть моментумы, у нас есть, то есть мы умеем запоминать, насколько мы сильно катились до этого мячиком. И кроме этого у нас есть адаптивные градиенты, фу, адаптивные лернинг рейты. То есть мы для каждого параметра знаем, с каким лернинг рейтом его надо изменять. А давайте будем делать и то, и другое. Вдруг это сработает. На самом деле все не так тривиально, оно на самом деле, если просто так сделать, работать не будет. Но люди постарались, вот авторы, и у них получилось. У них в какой-то момент получилось запустить всю эту машинерию. Вот сейчас они там добавили всякие истории про то, что на первых шагах адапт работает немножечко не так, как работает на следующих, но в итоге это работает. И вот мы посмотрим, у нас уже досчитался, я думаю, адап. Тест лосс, давайте посмотрим. Сейчас. Так, пардон. Так, адап не досчитал. Считался, нет. Ну, в общем, адап должен… А, пардон. Так, train model. Так, пардон. Да, у нас тут большая возникла проблема, что… В общем, я сейчас запущу просто эту штуку считаться. Так, пардон. Что такое так? Перемещал я эти штуки, и в итоге… И в итоге перемещался. Сейчас запустим, а дан еще. Вот. Ну, пока мы его запустим, просто посмотрим, что есть еще одна история интересная. Это vdkey. Значит, у каждого оптимизатора есть такой параметр, который называется vdkey. Значит, за что он отвечает? Он отвечает на самом деле за то, что вы на каждом шаге, кроме того, чтобы модифицировать свой вес с учетом градиента, пытаетесь этот вес тупо занулить. То есть, вы из него, вы читаете его же самого, умноженного на learning rate, умноженного на такую штуку, которая называется vdkey. Значит, это не очень тривиально понять, что происходит, но идея следующая, что если у нас параметр важный, то нам сетка будет препятствовать тому, чтобы мы его изменили. То есть, у нас оптимизатор его попытался чуть-чуть столкнуть с этого, вот с этой, там, с отметки 0,3, скажем. Он его чуть-чуть столкнул, а нейросетка его обратно приведет. У нас градиент будет vdkey противодействовать. А если у нас параметр неважный, то мы его спокойно занулим таким образом. То есть, у нас просто в какой-то момент то, что мы из него вычитываем, то есть, он станет приблизительно на равен нулю, и то, что из него мы вычитаем, тоже приблизительно станет равным нулю. Опять же, это на самом деле для классического СГД, пока оно нас считается, как раз давайте так, сейчас проверим. Так, где же этот? А вот он. Так, активации главные появились. Вот он, Адам появился. Значит, да, вот пока Адам учится, я просто покажу, в чем идея. Значит, помните, у нас линейная регрессия могла переобучиться. Мы с вами говорили, что, в принципе, модели любые могут переобучаться. Поэтому мы брали и говорили, что давайте мы навесим вот такого вида штраф. Ну, просто сумма квадратов весов. И будем вот эту штуку пытаться минимизировать. Согласны? Значит, если мы эту штуку пытаемся минимизировать, мы по ней можем, в принципе, взять градиент. Ну, да, взять производную. Значит, давайте для одного веса просто это сделаем. Вот это какой-то выитый. Мы в квадрате, мы его стремимся тоже минимизировать. Потому что мы каждую из этих частей, они, допустим, эти веса, ну, эти веса, на самом деле, независимы. Это же параметры модели просто. Ну, плюс-минус, независимо. Мы пытаемся каждый из них занулить. Значит, если просто посчитать производную, у нас получится два выитых. Ну, и так, как обычно, здесь берут, например, что просто сокращалось одна вторая, одна вторая, получится просто выитый. То есть, на самом деле, здорово, чтобы это несложно понять, да, действительно, что чтобы из веса выитого получить ноль, надо из него вычесть сам этот выитый. Единственный нюанс, что мы это еще домножаем на ню, это, собственно, learning rate, и дополнительно еще домножаем то, что на самом деле тут не одна вторая, а тут еще лямбда. То есть, мы с вами говорили, что мы хотим, чтобы модель как-то штрафовалась. Не просто как квадраты, а, например, чуть больше или чуть меньше. Поэтому здесь еще лямбда, здесь лямбда, и здесь лямбда. И вот эта лямбда, это на самом деле для многих оптимизаторов и является VDK. Проблема в том, что для Адама, например, это не так. То есть, для Адама V это не так. VDK это немножечко другое. У вас, когда адаптивно используется learning rate, у вас, к сожалению, там начинаются небольшие проблемы с тем, как это правильно задать. вот так. Сейчас оно подгрузится, и мы увидим, ну, собственно, мы уже на самом деле видим, что вот я просто использую вот Адам, Адам V, который классный, и мы видим, что мы сходимся к очень хорошему качеству. Опять же, на самом деле, вот тут есть спойлер, что если бы я просто взял вот самую первую нейросетку, плохую, с сегмоидами, и обучал ее при помощи Адама, то вполне возможно, она бы тоже сошлась к хорошему качеству. Просто Адам V это очень крутая, вот Адам V это очень крутой метод оптимизации, который действительно может сам по себе выправить вот просто все ваши косяки. Но это не значит, что их надо допускать, потому что он бы все-таки, скорее всего, выправил не к тому же качеству, что вот получается для нейросетки, которая правильно инициализируется, и которой бач-норма еще есть. Вот. Бач-норм, значит, соответственно, с Адамом мы разобрались, и с Ведикеем разобрались. Значит, возникает вопрос, что нам, давайте сейчас так, Runtime, Runtime. Значит, возникает вопрос, какой вообще оптимизатор выбрать лучше всего. Ответ на этот вопрос не очевиден, потому что на самом деле очень разный ответ может быть. Значит, по умолчанию желательно выбирать, например, Адам V. А почему? Потому что это просто очень хороший оптимизатор, он гарантирован, если ваша сетка в принципе не является гадостью какой-то редкостной, он ее обучит. То есть, у него там дефолтный learning rate, который там по умолчанию стоит, скорее всего, вам подойдет. То есть, там очень много моментов, которые просто, скорее всего, вашу сетку хоть как-то, но выучат. У вас не будет проблемы тем, что, например, там на SGD просто может не учиться. Вот. Тем не менее, на самом деле, специалисты могут просто взять SGD вив-моментум, использовать его, и у них тоже все выучится. То есть, вот, опять же, есть люди, есть публикации, где люди просто берут страхотический градиентный спуск с моментумом, и у них все учится. Причем учатся, типа, реально, без каких-то сильно дополнительных мучений. Но там нужно очень правильно подобрать вот этот момент инерции, надо подобрать, как вы будете менять learning rate в ходе обучения и так далее, и так далее. Вот. Кроме того, существуют подходы, когда вы берете сначала используете один оптимизатор, потом используете другой. Такое тоже может быть. Ну и, в конце концов, бывают подходы, например, когда вы сначала используете один оптимизатор, потом используете другой, причем немножечко с отличной целью от оптимизации модели. Например, можно почитать про SVA, это Stochastic Weight Everage очень такая прикольная история. Вот. Собственно, мы с вами часто говорили про learning rate. Значит, возникает вопрос, когда вы учите нейросетку, вот вы сделали огромную архитектуру. Вот я говорил, что для больших нейросеток learning rate может быть очень маленький нужно использовать, иначе она у вас взорвется. А для маленьких нейросеток можно использовать большой learning rate. Возникает вопрос, вообще, ну, логичный, в принципе, вопрос, а вообще, откуда я должен знать, что вот эта вот нейросетка большая? и что значит большая? И как это зависит от learning rate и так далее? Значит, первый вариант, как это определить, вы просто берете, запускаете свою сетку там с 10 learning rate, посмотрели, где она взрывается, где она учится, и живем. Есть более приятный момент, более приятный вариант, потому что вот с этим вариантом можно вляпаться. Можно вляпаться в то, что просто у вас learning rate, он поначалу нормальный, кажется. То есть, у меня была такая ситуация, что learning rate вроде бы нормальный, нейросетка вроде бы учится, но она просто не добивает качества, которые у конкурентов. Я очень долго думал, что же происходит, потом посмотрел на распределение выходов и понял, что у нее таки взрываются градиенты, но просто они взрываются в том месте, где у меня стоит такой блок, который это компенсирует. Соответственно, идея следующая, давайте будем брать следующий. Вот у нас есть весь наш обучающий датасет. Для этого, правда, обучающий датасет должен быть достаточно большим. Иначе придется хитрить, опять же, поэтому можно почитать, как это сделать правильно, но суть не в этом. Берем, бьем его на бачи. Тут важно, чтобы бачи того размера, с которым мы будем учить, потому что от бачи вся история зависит. Поэтому датасет должен быть достаточно большой. А дальше делаем следующее. Вот у нас есть learning rate, там 10-4. Это минимальный learning rate, на который мы согласны. У нас есть learning rate, скажем, один. Это максимальный learning rate, на который мы согласны. Если у вас learning rate один, это очень редко. Очень-очень маленькие нейросетки так могут учиться. Ну, хотя, бывает, бывает такое, но это прям надо постараться. А дальше что мы делаем? Мы начинаем менять learning rate нашей нейросетки плавно от самого маленького к самому большому. И что мы делаем? Пропустили батч. С данным learning rate оптимизировали нейросетку. Посмотрели какой лосс. Окей, такой. Ну, хорошо. Уменьшили, увеличили learning rate, пропустили еще один батч, посмотрели какой лосс. И так делаем много-много-много раз. И у нас получается, вот обычно, если вам повезло, ну, он на самом деле обычно действительно так выглядит, просто очень могут быть большие нюансы. То есть, могут быть какие-то разные этапы. У вас будет часть, когда у вас learning rate такой, что ваша модель вообще не учится. У вас будет момент, когда нейросетка такая разогналась и учится реально хорошо. А потом начнется вот эта болтанка. Видим ее, да? Вот эта болтанка, она означает, что ваша сетка сейчас начала просто, она не может. Она пытается сойтись к чему-нибудь, но не может. То есть, она сначала там еще хоть как-то сходится просто коряво, а потом она начинает просто расходиться. у вас когда-то в какой-то момент начинается learning rate такой, что у вас градиенты просто там вот эти случайные шумы в градиентах, они настолько умножаются сильно, что у вас нейросетка выбивается не просто из локальных минимумов, вообще из любых. У вас получается качество на тесте начинает, ну, на боче, на котором вы сейчас пропустили нейросетку, оно начинает расти. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, а где выбрать learning rate? А выбрать его вот в этой зоне. До того, как нейросетка начала вести себя очень странно, и после того, как нейросетка вообще начала учиться. Но обычно выбирают что-то посерединке, скажем, но на данном графике 10 минус 3, это нормально. Ну, это очень близко, но можно там сделать там 5 на 10 минус 4, например, learning rate, и это будет хорошо работать. Ну, не 5 на 10, там, 3 на 10 минус 4, сейчас, фу, 7 на 10 минус 4, там где-нибудь так. Вот. То есть, берем где-то отсюда. Вот можно это реализовать, опять же, можете потом посмотреть в код. Вот для нашего места мы видим вот такую вот вот историю, что оптимальный learning rate, по-видимому, расположен, ну, тут я в логарифмической оси это нарисовал, часто этот график рисует логарифмической оси на самом деле, и learning rate вы меняете экспоненциально, то есть вы не просто линейно идете, а вы меняете его там в какое-то число раз, каждый раз, чуть-чуть увеличили, чуть-чуть увеличили, он так вот, у вас экспоненциально увеличивается. Вот мы видим, что, ну, тут learning rate, он на самом деле в 10 минус 2, вот у меня там для бачслорма с инкрестом learning rate, там у меня learning rate 10 минус 2, возможно, это самый мой оптимальный learning rate. Так, здесь тут все понятно, да? То есть, этот график построили, его на самом деле фреймворки над Пайторчем построены, умеют строить за вас, построили этот график на него, посмотрели, выбрали learning rate и с этим learning rate можно дальше жить. Вы хотя бы будете застрахованы плюс-минус от того, что ваша нейросетка, ну, умеет взрываться. Не полностью будете застрахованы, к сожалению, но, ну, хотя бы как-то. Соответственно, ну, с этим можно там увидеть, что, по-моему, у Адама мы выбрали слишком маленький learning rate, по-моему, мы его выбрали, а, нет, мы выбрали оптимальный, то есть, мы выбрали learning rate 1 на 10 минус 2, вот такой learning rate и хорошо. Ура. Единственное, что тут стоит заметить, что вот этот график, он очень сильно зависит от моментума. То есть, в зависимости от того, нет, ну, от моментума той же, во-первых, моментум, а во-вторых, оптимизатор сам, то есть, вы должны знать уже, каким оптимизатором, для какого оптимизатора вы подбираете learning rate, а в-третьих, он зависит от вы идики. То есть, вот этот график может очень сильно меняться в зависимости от того, какой у вас вы идики, какой у вас learning rate и так далее. Причем, меняться нетривиально, поэтому, ну, нужно каждый раз, вот когда вы, что-то поменяли, этот график перерисовывать. И последнее, что мы сегодня разберем, это режимы обучения. Вот мы с вами говорили, что бывает там всякая кухня, типа, что давайте мы возьмем Adam V, поучим, а потом SGD запустим. А почему бы не сделать просто вот Adam V, например, там обучить сначала с learning rate 10-5, потом 10-3, потом 10-2, потом типа там 10-7. Ну, то есть, ну, как-то его поварировать этот learning rate, возможно, так получится лучше. И действительно, такие штуки есть, они называются режимами обучения, ну, либо с кедрилом, то есть, learning rate, learning schedule, то есть, как мы учим не розетку, расписание learning rate. и первый вариант, который, ну, на самом деле, просто не скидрил, но просто затесался, это ранняя остановка. Вы, когда учите не розетку, когда учите модель, мы с вами привыкли, что в тот момент, когда у нас ошибка на тестовой выборке перестала там меняться, скажем, 10 итераций, мы начинаем, мы говорим, что все, здесь мы останавливаемся, это хорошая learning, это хорошая модель. Больше не надо переобучиться. С нейронными сетками делают немножечко иначе. Даже если она начала чуть-чуть переобучаться, это может быть просто случайное колебание. Поэтому давайте, вот, просто если 5 эпох, у нас не было улучшения, давайте мы просто learning rate сделаем поменьше, там, в 10 раз. Сделали его поменьше, и у нас сетка будет работать, опять же, я сейчас не буду возвращаться к тому же графику, в принципе, то есть это будет работать, оно будет работать приблизительно так же, как Adam V, просто потому что Adam V сам по себе умеет уменьшать learning rate вот за счет адаптивности градиента. Кроме этого, есть более сложные learnings-кеттелы, то есть, ну, Reduce on plateau, это вот такой самый простой, его часто очень используют, но он, с ним нужно быть аккуратным, он на валидации шумит. То есть, здесь у вас изменение качества на валидации не очень большое, но при этом вы знаете, что если долго учить сетку, то это изменение будет. У вас вот здесь Reduce on plateau не ваш друг, потому что что он будет делать? Он 5 эпох, нет изменения качества, он уменьшает learning rate, еще 5 эпох, по его мнению, нет изменения качества, он еще уменьшает learning rate, и в итоге у вас learning rate становится 10 минус 7, и действительно улучшения нет, и он прерывается, то есть там есть просто стоп-правила, что там, типа, если совсем улучшения нет, то за там 20 эпох, скажем, он выполняет вот эту самую раннюю остановку. Чем можно так поставить? Вот, соответственно, ну как бы казалось бы, это нормально, но я повторюсь, он определяет относительное улучшение качества. У меня вот была ситуация в конкурсе, что у меня просто качество вначале, типа 0,5, потом 0,7, там 59, а дальше еще нужно учить 40 эпох, ну пока я там не настроил это по-другому, 40 эпох, чтобы было качество 0,750. И это на самом деле определяющее было качество, то есть мы побеждали людей, только вот если брали еще вот эти 50 эпох учились. И Ходюсон Плато, он вот это не видел, и он нам мешал. Есть всякие подходы, которые просто говорят, что давайте мы каждые там несколько шагов, скажем, несколько эпох, будем уменьшать Learning Crate там в какое-то число раз. Например, в данном случае там в 10 раз будет уменьшать каждые две эпохи. Так можно сделать, то есть такие есть Scheduler, и на самом деле по-хорошему, когда вы, допустим, вы использовали вот этот Reduce on Plaто, желательно потом заменить те места, то есть посмотреть, в каких местах он чаще всего делает вот это уменьшение Learning Crate, и вместо того, чтобы там использовать Reduce on Plaто, использовать там уже вот обмерг Step Ler. То есть штуку просто, когда вы каждый раз уменьшаете Learning Crate, либо его плавно начать уменьшать. Например, вот EfficientNet они используют это. То есть они плавно уменьшают Learning Crate, но не плавно с пеньками. Еще одна история, предпоследие на сегодня, это Cycle Learning Schedule. Значит, его идея состоит в следующем. Давайте возьмем большой Learning Crate и маленький. Причем большой возьмем заранее такой достаточно большой, прям на грани устойчивости сетки, а маленький возьмем маленький, ну там не сильно, ну то есть просто маленький. На нем не осетка в принципе может учиться, но как бы не очень. А дальше начнем Learning Crate менять от большого, от маленького к большому, от большого к маленькому, от маленького к маленькому, вот так вот скакать. Идея в том состоит, что вы в ходе шагов, когда вы увеличиваете Learning Crate, вы выбираетесь из локального минимума, если он недостаточно глубок, и у вас при обучении, например, при обучении может уйти. А дальше во время, когда вы уменьшаете Learning Crate, вы отжигаетесь и вы опять спускаетесь в локальный минимум, то есть меньше. Так вот делаете несколько раз и у вас в итоге при идее в какой-то момент вы должны сойтись в такой минимум, что прям там модель лучшее, лучшее, и дальше вы из него просто не вылазить. Это можно делать немножко по-разному, можно вот эту верхнюю границу уменьшать, чтобы это точно все-таки произошло это чудо. Еще как-то можно делать, но можно вот так ее плавно уменьшать, но на самом деле правда в том, что придется все-таки хранить просто какая у вас модель лучшее. То, что может быть у вас вот где-то в этот момент вы уже, у вас вот тут была лучшая модель, а дальше вы просто вот этот минимум уже не находили, потому что вы из него в ходе вот этих гуляний ну выскочили. Вот. На самом деле у этой штуки есть прямой аналог там с Монте-Карло отжиганиями и прочими штуками, то есть это на самом деле очень крутая вещь именно в плане того, что изначально думали, что нейросетки повезите на так и надо учить, и внезапно это действительно работает. И в чем красота этой истории, да, во-первых, что Лернинг-рейт и вот эти вот верхние и нижние подбираются тем же самым графиком. Просто мы берем и выбираем вот тот шаг, на котором мы начали бы расходиться, это где-то 10-1, делим его на 10, то есть вот эту попадаем опять 10-2, а берем вот этот и, ну то есть просто берем вот крайние точки вот этой кривой, где мы учимся, по сути. А можно по-разному немножко выбрать эти границы. Вот вы их выбираете и между ними уходите. И дальше можно запустить оптимизатор, который будет это делать. Единственный нюанс, что, ну потом обратите просто внимание, что обычно шкедулеры вызываются после каждой эпохи, а здесь мы их вызываем после каждого ботча, потому что мы должны после каждого ботча им изменять Лернинг-рейт. Это важно. Вот, если мы это сделаем, то внезапно окажется, вот давайте я просто возьму SGD и Адам и посмотрю Cross-Entropy Test Loss. Я сделал SGD чуть-чуть подольше, на самом деле, это немножко читерства, конечно, но можно увидеть, что я сошелся тоже к очень хорошему качеству. Все согласны? К тому же качеству, по сути, сошелся, ну даже лучшему. А в чем бонус-то? Бонус в том, что это обычный самый SGD, даже Momentum я в нем не поставил. А он работает. А почему он работает? Потому что вот эта штука, она действительно очень классная, она действительно позволяет, ну это как бы один из тех приколов, которые используют люди, которые SGD с Momentum выбивают модели, которые лучше всего там скурят везде. Просто вот они используют вот этот OneSight, вот этот циклический Лернинг-рейт. Соответственно, в чем бонус с SGD? Вы используете куда меньше параметров. Если у вас модель сама по себе очень большая, скажем, там 20 миллионов параметров, ну 20 миллионов это не очень большая, конечно же, ну допустим, на карту это может все равно не влезть, если вы нищий или ученый. Соответственно, у вас 20 миллионов параметров, чтобы запустить на этом Adam V, вам потребуется в три раза больше параметров. То есть, не 20 миллионов, а 60. А SGD будет работать и так, и так. Так, тут вопрос какой-то в чате. Подскажите, пожалуйста, будет ли возможность запись, да, возможно, будет посмотреть, да, конечно. Хорошо, значит, что здесь, значит, то есть, вот этот подход позволяет вам куда меньшим числом параметров сойтись к тому же, к тому же качеству. Но можно сделать там еще лучше. Мы, наверное, пропустим вот эту историю, я просто коротко скажу, что для очень, очень больших архитектур оказывается важным начинать с очень маленького лернинг рейта. Прямо какое-то время держать лернинг рейт таким, которым веса почти не меняются. Если вы вот на этой этапе не поддержите некоторые архитектуры, у вас архитектуры сразу бахнут. Какой бы вы там лернинг рейт не делали, но разумный, но они просто взорвутся. Вот. И оказывается, то есть, эта штука называется вормап. А мы сейчас с вами еще одну штуку разберем, которая называется one-cycle лернинг рейт. Идея, на самом деле, достаточно простая. Давайте сделаем ровно один цикл вот этой штуки. Я картинку вставить забыл. вставлю потом. То есть, мы вместо того, чтобы делать, ну, то есть, мы возьмем один цикл вот этого cycle-lering schedule, но мы его сделаем немножечко хитрым. Во-первых, мы будем, ну, сейчас модификации, что мы отжигаем так вот плавненько, это косинус, косинусный schedule. то есть, не прямые, а вот так вот. Вот у нас был, ну, типа, initial learning rate, у нас есть max learning rate, дальше мы идем, идем, и еще ниже. И вот здесь останавливаемся. То есть, вот такая вот штучка, такой вот, learning rate. Вот, это первый шаг. и во второй, на самом деле, там еще можно играться с моментумом, но мы сейчас не будем про это говорить, просто скажу, что моментум обычно меняется просто в обратную сторону. Вот. Вот. Но мы не будем сейчас с этим заморачиваться. Возьмем просто то, что по умолчанию есть в PyTorch, то, что уже настроено, там моментум тоже будет меняться. Значит, что мы сделаем? Мы возьмем, определим границы. Значит, границы тут определяются немножечко буквально иначе. Значит, мы заведомо берем границу, на которой, вот, initial learning rate, это там, где наша модель, а, пардон, не там, где наша модель не учится, нет. Мы берем заранее max learning rate, там, где наша модель расходится, вот здесь. То есть, вот она начала расходиться уже. Мы вот, вот, буквально чуть-чуть отступаем, там, где она еще пыталась держаться, и вот это будет наш максимум, learning rate. А дальше, initial learning rate, не там, где модель не учится, мы просто его там делим на какое-то число максимальное. Обычно это большое число, то есть 25, 50 раз мы уменьшаем. Вот. Таким образом у нас получаются вот эти вот две границы. Максимум learning rate и мин. Дальше мы используем специальную в питоне вот этот one cycle learning rate. И запускаем его. Тут важно понимать, что вот эта штука, она очень строго завязана на число шагов. То есть, если циклы, когда вы их повторяете, вы можете делать сколько угодно шагов, здесь вот этому one cycle learning schedule, нужно сказать конкретно, сколько вы планируете эпох, и сколько бачей будет в каждой эпохе. Вот я это говорю, я это запускаю, и давайте посмотрим, как качество будет выглядеть. И более того, я это, кстати, запускаю на Adam V. То есть, я это запускаю не на SGD штуки, а на Adam V. Вот. И можно увидеть, что мы, в принципе, сошлись, ну, на самом деле, на мой взгляд, ниже, чем в случае с cycle learning rate. Да, ну вот там сглаживание подсказывает, что действительно ниже. То есть, смотрите, мы сошлись лучше, чем обычный Adam V, по-видимому. надо посмотреть на самом деле, конечно, сравнить. Простой этот ассет очень. Мы сошлись лучше, чем вот этот one cycle learning, фу, циклический, который просто циклами делает. И мы сошлись очень быстро, на самом деле. То есть, мы сошлись явно немедленнее, чем просто обычный Adam V, и явно быстрее, чем вот всякие вот такие вот финтифлюшки. Это действительно очень крутой метод. То есть, его, ну, то есть, вот он в конкурсе, мы его, например, использовали, он очень крутой. Он реально, если вы его правильно смогли подобрать, то есть, вам нужно, ну, что нужно для него сделать? Нужно подобрать вот эти boundaries, то есть, максимальный learning rate, и понять, насколько его делить приблизительно. Вам нужно подобрать число эпох, которые вы будете учиться. И здесь вам помогает то, что на самом деле эта штука, она офигенно круто сходится. То есть, у вас может там и 50 эпох сработать, и 60, и 70, и 80, и 90, и 100, и у вас модель на всех этих, на всем этом промежутке будет давать одинаковое качество и не переобучаться. То есть, вы берете, учите модель на 50 эпохах, на 60 и так далее, и это сходится. И вот здесь, ну, для ленивого меня, прям идеальная история, мне не надо смотреть вот эти вот adaptive learning, ну, не adaptive learning rate, мне не надо смотреть, где у меня изменился learning rate, из-за того, что там вот этот reduce, платос сработал и так далее. Здесь вообще нет этой истории. У меня learning rate всегда изменяется по такой вот штуке. Мне не надо тут ничего химичить, я единственное, какой параметр подбираю вообще при обучении нейронной сети, ну, кроме, собственно, learning rate вот этих границ, я подбираю еще просто сколько мне эпох учить. Вот, это на самом деле очень-очень-очень удобно. Так, мы проверили, что это работает. Мы сегодня не успеваем поговорить про регуляризацию, но, в принципе, можете по них прочитать. Мы с вами обсудили, что в нейронных сетях используют этот Vendicay как регуляризацию. Можно накладывать ее на отдельные слои, можете, соответственно, про это прочитать. И, кроме этого, можете почитать про такую интересную вещь, как dropout. Мы ее не будем касаться ее в дальнейших лекциях, ну, и, в принципе, как бы она используется достаточно ограниченно на самом деле. То есть, она, ну, не всегда достаточно работает, поэтому не страшно, если мы ее оставим на домашнее изучение. Вот. Соответственно, на этом все. Давайте сейчас сделаем так. Ну да, давайте до 6 сделаем PRF, и после этого порешаем семинар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова